И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Ко. С вами, как всегда, я, Александр и Булатик. На дворе у нас сегодня 10 марта 23 года. Да, 10.03.23. Мы с Булатиком прогуливаемся по улочке. Температура немного упала, похолодала. Вчера прошел вечером дождик. После вчерашнего тепла. Кто смотрит постоянно мои видео, знает. Вот, что вчера было тепленько. Вот, а сегодня же чудесная, прекрасная погода. Немножко прохладненько. Да, мы с Булатиком прогуливаемся по городу. Решили сегодня, на 10 час так не ехать. Бит, вот так, как делают там еще. Также на дворе у нас сегодня такой праздник, как День по рекам. День такого. Вот. Музыкального инструмента, как волынка. Также День крутизны. Также всех причастных к данным праздникам поздравляем. Ну, и также у нас сегодня День караса бессонного по народному календарю. Ко всем праздникам мы присоединяемся с Булатиком. Всех поздравляем, обнимаем и целуем. Настроение у нас чудесенькое. Сегодня решили прогуляться по городу, так как смысла на участок ехать не было. Да, да, вот Булатик идет прям возле меня. Ну, так, крутится за папой. Без папы что-то Булатику скучно. Не может он идти за без папы. Да, вот так. Скучно ему без папы. А там он собачка маленькая. Мы обойдем в сторону. Рядом. Не будем подходить к маленькой собачке. Да, там бульдожечек идет такой. Мальчик тоже. У нас Булатик тоже маленький. Поэтому мы во избежание конфликтных ситуаций решили обойти. Он Булатик стоит, смотрит на собачку. Мы же в великолепном настроении прогуливаемся. Вчера у нас была массированная ракетная атака по Украине. Но слава Богу, бравары наши миновало данное счастье и радость. Но пролетело все мимо нас. Чем мы несказанно рады. Сегодня тоже с утра звучала сирена воздушной тревоги. Но слава Богу, все тоже хорошо. Поэтому мы гуляем. Великолепное настроение. Прогуливаемся, дышим свежим воздухом. Наслаждаемся. Дарим вам позитивные эмоции, впечатления, настроение. Чтобы вы нам были здоровы, счастливы и веселы. Вот такая у нас прогулочка по городу получается. Мы тут в новом таком райончике. По местному его тут называют. Зеленый квартал. Ну такой новострой. Мы пришли просто на площадочку. Хотели погулять на площадочке. Но буквально перед нами тоже зашел мальчик французский бульдог. Поэтому мы с Булатиком решили топать домой. Тем более, что вчера у нас был такой тяжелый день. Булатик пробежал. Ну, прошел, пробежал 50 километров на участочек и назад, как обычно. Плюс мы еще попали под такой дощару. Промокли все. Поэтому, пользуясь случаем, мы уже придя домой решили искупать Булатик. А намыли его шампунем, решившись, что все равно сушить. Какая разница. Покупался наш Булатик. Принял ванну горячую. Да, горячую ванну. Сначала замерз, потом мы его в горячую ванну. Ну, горячую, тепленькой водичкой. Помыли шампунчиком. Он идет. Сейчас у нас такой весь цветет и пахнет. И морда противная. Так и думает, куда бы садить свою чистую покупанную жопу. Какую грязючку попет свой присадить. Но папа его контролирует. И не дает ему совершить данное свинючество. Хотя Булатику уж очень хочется. Аж не может. Вот так, дорогие наши зрители и подписчики. Мы идем прогуляемся по нашему городу. По новому красивому кварталу. Наслаждаемся погодой и природой. Великолепным настроением. Весеннее. Весна продолжается. Невзирая на прохладу на дворе. Даже местами поют птички. Слышно птичьи стрели. Я думаю, сегодня пчелки летать не будут. Потому что, я говорю, достаточно как-то холодно. А вот через пару дней мы пойдем с Булатиком. Да, пойдем с Булатиком. Он не дает Булатик от него отойти, чтобы попал он в кадр. Вот так, пойдем с Булатиком на дачу опять, на участок. И будем там дальше заниматься, суетиться. Вот так, куда-то решил в обратную сторону пойти. Вон, видите, уже на кустиках проклевываются бронечки. Вот. Потихоньку скоро появятся листочки. Мне звонил вчера брат. Рассказывал, что у него пчелки где-то уже надыбыли. Даже пыльцу приносили. Но я так понимаю, это цветет лесной орех. Или лещина так называемая. Ну, там люди, здесь Булатичик смотрят. Вот. Но возле нас на участке леса нету. Поэтому также посадок лещины нету. Сказать что-либо по этому вопросу не можем. Вот. Будем идти гулять, наслаждаться. Рассказывать вам, что мы видим, слышим и знаем. Языком болтаем. Да. Язык без костей. Мотелять можно долго и упорно. Сейчас мы перейдем на дорожку. С маленьким мальчиком нашим. Таким. По пешеходному переходу. Потому что, да, Булатик у нас воспитанная культурная собака. И правила дорожного движения мы не нарушаем. Потому что нарушение правил дорожного движения приводит к печальным посредствиям. Будьте ответственны. Да. Там есть будочки бродячих бездомных собачек. Их тут им будочки построили. Их тут немножко подкармливают. И они тут проживают. Видно, сейчас они куда-то побежали. Отсутствуют на месте, потому как не гавкают. Там Булатик что-то смотрит, думает, где эти собачки? Нет, пошли. Так, пойдем потихоньку. Мы уже двигаемся, так сказать, в сторону дома. Сделали кружочек по счету. Прогулялись, насладились. Впечатление получили. Булатик там что-то унюхал. Кто-то там пометил столбик. Булат, пошли. Булатик. Наверное, девочка, он уже. Сопли текут. Прям с носа. Унюхал девочку уже. Пошли, пошли маленький. Все, нельзя уже оторвать от девочки. Да. Флюни текут, сопли текут. Все, мы девочку уже унюхали. Уже унюхали девочку. Все, уже. Держите меня сейф. Вот так. Там дядя пошел. Воронки летает. Вон люди ходят. Он там занимается своими делами. А мы уже с Булатиком прогуляемся. Дарим вам настроение и впечатление. Вот такой тут у нас островок остался дикой природы. После того, как здесь был застроен здесь раньше, был такой лесочек. При Советском Союзе было, мы называли радиостанция, но хотя на самом деле тут стояли антенны, глушили голос Америки. Ну, пока Советский Союз распался давным-давно, все сдали, я так понимаю, на металлолом, распилили, порезали. Ну, а земельку продали. В общем, делать деньги у нас умеют. Не так делать, как воровать. Но суть не в том. Мы же с Булатиком гуляем, наслаждаемся, дышим воздухом. Такие облака у нас по погоде вроде бы от разных источников, по разным источникам, где пишут, что без дождя, где-то пишут дождь, но когда конкретно не пишут. Поэтому сказать, когда там пойдет дождь или не пойдет, сегодня затрудняемся. Может, будет, может, не будет, как у нас говорят синоптики, можно его. То есть, возможно. Бог его знает. Думайте сами, решайте сами. Или еще такое выражение, местям это под Экули. Если в Грудахе они будут, то просто вы оказываетесь в зале, в то время, в том месте. А Булатиком смотрит, кто там идет, едет, ему там все интересно. Стоит, вот это наблюдает, завершает. На этом мы будем заканчивать свой небольшой репортажик такой. Мы уже выходим дальше до, можно сказать, центра города. Там много людей, мне будет снимать неудобно. Поэтому мы будем с Булатиком вам говорить до новых встреч. Мы вас любим, ценим, обнимаем. Здоровья вам, вашим близким. Пусть ваш рот приумножается, чтобы девушки не сохли, мужчины не гнулись. Я же обнял, приподнял, поставил, где взял. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...